Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня новость для тех, кто играет в Wargaming GameCentra и не имеет приложения на телефоне, но либо на планшете. Я рекомендую всем установить себе на какой-нибудь портативный девайс, потому что я уже не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда именно на девайсе портативном мне показывают какое-то предложение в магазине, которого нет в Wargaming GameCentra. Кто не знает, кто не обращал внимания, хотя я сомневаюсь, что такие есть, но на всякий случай уточню. В Wargaming GameCentra вы можете видеть себе товары только за голду, либо за серебро. Товары за RealMoney вы здесь не увидите. Надо заходить в премиум магазин непосредственно в Wargaming, я имею ввиду, через сайт. И что самое интересное, что и там не все предложения выпадают, которые можно приобрести. Короче говоря, вот так сейчас появился М3 легкий. Это танчик третьего уровня, коллекционная машинка Советского Союза. Так вот, она сейчас появилась на продаже за 3 бакса. Я не знаю, ребят, дорого, недорого. Смотрите, кому как. Безусловно, за 3 бакса можно приобрести себе какую-нибудь годную машинку. Я имею ввиду перевести это просто в голду. Ну и, соответственно, в голде по нормальному курсу это будет составлять, грубо говоря, по 1000 золота за бакс. 3 косаря золота. За 3 косаря золота, безусловно, можно взять что-то нормальное и годное. Но, ребят, обращаюсь к тем, кто коллекционер. Вот для вас предложение в первую очередь выпадает. Ну, либо для любителей острых ощущений, либо для тех, кто просто ради кайфа донатит в игру и покупает какие-нибудь приколы. Короче говоря, предложение в магазине выглядит следующим образом. За 3 бакса вы получите М3 легкий. Вы получите себе редкий контейнер с камуфляжами. Ребят, вы получите легендарный камуфляж. Ну, это такое, знаете, на любителя. Из того, что действительно годное и ценное, ну, я имею в виду, если не считать саму машинку, ради которой, в принципе, все это затеивается. 7 дней према. К 7 дням према добавляют еще X5, 5 сертификатов. 20 бустеров голды. Ну, какая-никакая, все-таки будет голдишка. По 15 буст... Ну, то есть, по 15 голды, если брать... Если вы играете с 50% результатами, то 15 голды, да на 20 бустеров. Итого, у вас будет получаться 300 голды. Вы получаете уже сразу здесь. Ну, и, соответственно, слот в ангаре и открытые там все вот эти вот дополнительные оборудования. Но, ребят, как бы они там копеечные. Поэтому, я думаю, что так просто для красоты. Дали, да и дали. Короче говоря, получаете себе за 3 бакса танчик. Грубо говоря, 300 голды. 7 дней према. И 5 раз по X5 сертификаты. Вот такое вот предложение. Я не буду долго обсуждать машинку, потому что, да, это песок. И обсуждать особо нечего. Пушка, ну, обычная для третьего уровня, как бы не о чем говорить. Единственное, что, ребят, мне очень нравятся вот эти вот углы вверх, углы вниз. Я не к тому, что на М3 надо играть от башни или где-то там от каких-то неровностей пытаться отыгрывать. Нет, абсолютно нет. Мне просто нравятся сами цифры. Я бы очень хотел, чтобы эти цифры когда-нибудь, хотя бы на один день надели, допустим, на такой танк, как Type 71, 10 уровня японца. Вот прям вот совсем. Хотел бы, хотел бы. Ладно. Это, знаете, мечты, мечты. Куда их деть? Короче говоря, и реализовать их не можешь, и из головы они не уходят. Ну, а теперь вернемся к М3 легкому. Танчик исключительно вот такой, знаете, для тех, кто не следит за своей статистикой в первую очередь. Потому что те, кто следит за своей статистикой, ребят, вы однозначно не опускаетесь настолько глубоко в песок. Потому что будет падать средуха, потому что будут падать проценты побед. Ну, короче говоря, действительно, все, что касается песка, статистам, ну, оно чуждо. Потому что ни в коем случае не стоит сюда зарываться для того, чтобы, как я уже сказал, свою стату не подпортить. А вот если вы не следите за своей статистикой и можете себе позволить морально периодически вот так вот просто взять, залезть в песок, чисто пофаниться, чисто пострелять по кому-нибудь. Ну, может поржать немножко над кем-то, над тем, как кто-то играет. Ну, в общем, чем-то вот таким вот подобным позаниматься. То М3 и подобные машинки однозначно будут для вас. Они будут вам кстати. Вот так вот приехать, поразмениваться какой-нибудь мелочевкой, посмотреть на вот такого какого-нибудь совсем бедолагу, который запрыгивает, думая, что он сейчас всех тут разорвет. Но, короче говоря, песок, он и есть песок. Интересно, сделаю сейчас фраг? Нет, не сделаю. Зато отхвачу на 68. Короче говоря, не знаю, ребят, как кому, а мне, как человеку, который, ну, прям совсем не следит за своей статистикой, песок нравится. В песке можно действительно поприкалываться, можно пофаниться, можно поездить, пострелять, можно понабивать фрагов себе, вот таких вот полухалявных. Можно от кого-то отхватить, вопросов нет. Я, честно говоря, не знаю прям, что мне делать, на какой фланг переклинуться, поехать ли к ТТ, или может поехать к СТЛТ, или приехать вот сюда и просто нагло сдохнуть и отправиться в ангар. Короче говоря, прям бой, ну, на любителя всего, чего хочешь. Хошь отхвати, хошь наваляй, но, короче говоря, шо хошь, то и твори. Сейчас поеду гордо сбивать захват, не знаю, доеду, не доеду, может, конечно, и доехать-то не успею, но, все-таки, как-никак, а команду спасать надо. И, честно говоря, настолько кайфово, когда ты залазишь в песок, и с тобой вместе залазит в песок такая команда, при которой ты побеждаешь со счетом 7-0. Но прям вообще, если бы так игралось где-нибудь там на восьмых уровнях, чувствовал бы себя безгранично счастливым человеком. Вообще, М3 машинка, я бы не сказал, что прям совсем-совсем фановая. Кини тот же самый, куда фановее машина будет, ну, согласитесь, ну, или подобные какие-то. Мне, честно говоря, в песке больше всего нравятся машинки, которые барабанные. Но, ребят, вот эта вот точность просто бешеная на этих низких уровнях, она умиляет прям до безобразия, до такого, знаете, вот хочется бегать и мракобесить. Единственное, что М3 не позволяет бегать, он такой, ну, слегка медлительный танчик, хотя и легкий. Короче говоря, вот такой вот он есть сейчас на продаже. Я не знаю, ребят, кому он нужен, кому не нужен. Вот пол косаря урона, один сделанный фраг, даже сейчас посмотрю, что я по серебру накосил. Ребят, по серебру, между прочим, неплохо, 15 косых серебра подняли. Я считаю, что довольно неплохой результат. Сейчас, единственное, посмотрим, ну, вот, понимаете, без премчика, да? А с премом-то будет 22 косых, поэтому, в принципе, на этой машинке еще и с легкостью фармить можно. Но, что называется, легкие деньги. Итак, ребят, пол косых мы, вот, ну, как-то в серединке, да? Все-таки ПЗ настрелял побольше, да еще и сделал 4 фрага. Ну, и вот скажите мне, я понимаю, что на М3, конечно, сейчас фана особого, может, и не получилось, но согласитесь, вот этот вот товарищ на ПЗ-3А, он явно сейчас кайфует от результатов боя, потому что накидать на третьем уровне косарь урона и сделать 4 фрага, согласитесь, но это явно приятное ощущение и впечатление после боя. Итак, ребятки, М3, не знаю, нужен он вам, не нужен. Мое дело сказать о том, что он есть на продаже, показать вам машинку. Возможно, кто-то захочет купить себе в коллекцию. Ну, и еще от меня, пожалуйста, подпишитесь на канал, если хотите видеть честные и абсолютно никем не проплаченные обзорщики на машинки и на товары в магазине. У меня только честные обзоры на все эти вещи. Спасибо вам большое за просмотр. Заранее спасибо за подписочку. Вот здесь вот в правом нижнем углу есть шильдик. В один клик становитесь постоянным зрителем канала. Ну, и жду вас в гости на новых видосах. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.